Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Экспертной рекламной премии «Большая рыба». И у меня сегодня в гостях исполнительный директор состав РУ, организатор «Большой рыбы» Виктория Инкелес. Вик, добрый день. Здравствуйте, Саша. Привет. Привет тебе большое. Спасибо огромное за то, что ты пришла. Ну, теперь уже можно выдохнуть, что называется, потому что это грандиозное мероприятие, событие состоялось и состоялось успешно, насколько я могу судить по отзывам там в интернете в том числе. Ну, а из первых уст из твоих мы, конечно, узнаем более подробную информацию. Что касается этой премии «Большая рыба», она называет российский рекламный «Оскар», невероятно престижно, и все больше и больше популярность обретает все больше и большее количество участников, я так понимаю, с каждым годом. Ну, начнем, наверное, мы вот с чего. В третий раз, правильно, в этом году прошла премия? Или в четвертый? Ну, сама церемония награждения. Церемония физическая, да, офлайн, да. Это был третий год, когда мы, первый раз мы ее провели в 2017 году. Мы всегда проводим «Большую рыбу» в начале года по итогам предыдущего года. И вот, соответственно, в 2017 у нас была «Большая рыба» по итогам 2016 года. Давай поподробнее расскажем всем, что же такое в итоге эта премия «Большая рыба». Для кого она прежде всего? Ну, тогда надо начинать с того, что состав РУ, если ваша аудитория, вы говорите, что там… Знают молодые люди, допустим, что некоторые в силу разных на то причин оказались в стороне от этой информации. Это ведущие российское отраслевое средство массовой информации. Это официально зарегистрированные СМИ в области маркетинга, рекламы, пиар. Это ведущие СМИ. Хоть так говорить как-то обычно не принято, но это факт. Принято, конечно, это факт, да. Что мы можем с этим поделать, слава богу. С 1998 года вообще состав существует. И для маркетологов, рекламщиков это рабочий инструмент, они с него начинают рабочий день. И, собственно, там в течение дня все, что произошло на рынке рекламы, кто какой тендер выиграл, кто кого купил, я имею в виду, компания какая, какую. И все рабочие инструменты, все на составе, поэтому, собственно, это действительно их рабочий инструмент. И все рекламодатели, клиентская сторона, и все агентства, которые, собственно, ведут рекламодателей или пытаются их каким-то образом завоевать, их сердцам и их бюджеты. Конечно. Поэтому у нас как бы две стороны, вот они все находятся у нас, стартовая страница у них состав. И в конце каждого года у нас проходит наш проект под названием «Итоги года», где по семи номинациям в два этапа выбираются лучшие работы. Номинации достаточно стандартные, базовые номинации – ролики, компании, BTL, социальная реклама, естественно, куда же без нее. Брендинг. Брендинг, да. И первый этап у нас идет – это народное голосование. Ну, народное – это как бы в кавычках, потому что, конечно же, голосуют именно… Представители компаний, агентств. Специалисты рекламной индустрии, безусловно. Со своих аккаунтов, где все прозрачное, можно посмотреть каждый голос, кто за кого отдал и так далее. И вот в этом году, например, у нас уже было сколько? 60 тысяч голосов. Даже больше, почти 70, 67 тысяч. 68 тысяч голосов. Это было народное голосование. Таким образом формируются шорт-листы из лонг-листов, а всего работ было 300. Вот сформировали шорт-листы, конечно. И в шортах уже по каждой номинации дальше включается наш экспертный совет, в котором почти 150 экспертов. Это первые лица рекламодателей клиентов, это первые лица главы крупнейших рекламных групп. И вот там уже прям совсем в прозрачном режиме, с фотографиями, именами и должностями, они раздают по каждой номинации, по трем работам, 3-4-5 баллов ставят. 5 баллов это, соответственно, наивысшая оценка. Да, мы привыкли с детства к этому, да. И математика больших чисел, как я уже говорила на самой церемонии, действительно диктует свои правила. У нас есть такая ситуация, что действительно многие знакомы друг с другом и обращаются с просьбой, ну проголосуй за мою работу, например. Ну, как без этого, конечно. Ну, поэтому у нас мы так вот, мы обходим все возможные вот эти вот углы, где есть какие-то двусмысленности, сомнения и так далее. 150 экспертов. Ну, во-первых, конечно же, невозможно знать даже половину этих людей. А вообще, в принципе, звонить и просить проголосуй, это уже давно не модно. Поэтому, ну, можно, возможно, попросить, там, каких-то... Заплатить обиды к кому-то. Двоих, нет, нет, это уже не тот уровень совсем. Люди, там, первые лица, они, это их совершенно, не их уровень, в общем. А так вот, если какие-то близкие друзья в индустрии, ну, вот, наверное, они могут там пошептаться. Ну, 2-3 человека, даже 5, даже 10, это вообще ничего не решает. Погода не сделает, да. Конечно. У нас там 150 экспертов, поэтому действительно побеждают лучшие. И главное, что можно же потом посмотреть, и все же знают, кто чей друг. И можно посмотреть и увидеть, кто кому какие баллы поставил. У нас уже такого не было, чтобы, там, не знаю, первое, второе, ну, призовые места, чтобы заняли работы, которые как-то не были вот единодушием каким-то связаны среди вот наших замечательных экспертов. Вик, ты стала рассказывать про итоги года, да, которые уже вот там 14 лет подряд проводите. Спасибо, что ты мне возвращаешься. Я сейчас могу очень далеко уйти. И, да, на протяжении вот 14 лет мы подводили итоги года, как у нас и работает состав. Да, это действительно там очень тяжкий труд. Что касается этого проекта, у нас задействована и вся редакция, и весь коммерческий отдел. Потому что среди экспертов, чтобы собрать всех этих людей, проинструктировать, и чтобы они вовремя выполнили все свои инструкции, это не так просто, как ты понимаешь. Конечно. И когда результаты известны, мы на последней неделе декабря просто давали информацию, как мы и сейчас, собственно, делаем. Каждый день по номинации выдаем результаты, кто на первом, втором, третьем, и остальные все места как распределены, кто какие голоса отдал. И вот мы так каждый день по номинации публиковали результаты. Но при этом никакого вручения, так сказать, физического. Никакого вручения не было. Но нам постоянно звонили и говорили состав. Ну что нам делать? Вот мы распечатываем эти новости и в рамочку их дипломы на стену вешаем. Рядом с именитыми как раз известными вам премиями международными. А так как эта премия, ну, голосует вся индустрия, для них она действительно очень цена. У нас даже не было престижности этой премии особо. Она просто была очень известна и популярна вот именно среди профессионального сообщества. И для них это было просто для самих себя профессионально. Какой-то уровень компетенции, уровень профессионализма это отражало. Поэтому они просили состав, пожалуйста, дайте нам официальное какое-то письмо, где мы действительно, там будет написано, что мы заняли даже второе, третье или пятое место. И даже просто участниками были. Да. Нет, нет, не просто то, что мы заняли место, что за нас проголосовала индустрия. Поставьте, пожалуйста, свои печати. Нам надоело уже делать такие бумажки с печатями. Причем они, по большому счету, это же не финансовая какая-то проводка. И поэтому печати мы даже ставить не могли. Потом нас стали просить, что давайте, пожалуйста, вручите нам в какой-то атмосфере. Придите к нам, пожалуйста, мы вам заплатим. Придите к нам, вручите нам. У нас уже здесь телевидение. У нас уже здесь операторы. Мы не снимем это все. Придите, пожалуйста, к нам в компанию на наш торжественный вечер. Вручите нам индивидуально вот этот диплом, так сказать, который самодельный. Ну, в итоге долговали нас. Долговали. Долго. А нам, понимаете, у нас так все хорошо. Зачем нам делать премию для индустрии? В итоге мы были вынуждены действительно сделать этот праздник. А так как мы, собственно, не специалисты в ивентах, ну, в первый раз эта премия вообще прошла у нас. В Гудмане, в ресторане, который еще был по зонам распределен, не очень комфортно. И экраны были то здесь, то там. Но при этом было все очень компанейски, дружески. Самая главная атмосфера, конечно, если она такая приятная, дружелюбная, это важно. Да, ну и все с тех пор вот как-то вот прям вот таким снежным комом, только в хорошем смысле этого слова. В этом году у нас уже это все проходило в «Известие холл» на Пушкинской с огромнейшим экраном, с наступлением группы «Технология», которым у нас это все было в формате 90-х. У нас там казино было замечательное. Ну, окей. Ну, в общем, на сегодняшний день это уже, они те самые бумажки, там распечатанные на принтере, это уже некий такой солидный диплом, который можно действительно уже повесить где-то на ресепшене, там у руководителя в офисе. Ты при чем здесь диплом? Диплом-то он... Это тоже важно, что ты. У нас призы какие. Саша, ты не видела наших призов? Вот это вот действительно не очень хорошо то, что я не принесла этот приз. Ничего, в следующий раз придется тебе прийти и принести. Да, в первом году как раз мы раздавали только дипломы, так сказать, победителям вручали. А во втором году у нас уже БИБДО, насколько вам известно, да, это крупнейшая мировая группа, рекламное агентство, замечательное в креативе. Они на протяжении полугода разрабатывали, согласовывали с нами очень долго, мы в смысле, мы очень долгие в этом отношении. Нам хотелось как можно лучше все, самое первое, самое лучшее у нас должно все быть. Ведь тем более мы же в рекламной индустрии, мы рупор рекламной индустрии, поэтому, естественно, у нас должен быть очень крутой приз. И дизайнеры БИБДО и скульпторы работали над этим, разработали прекрасную-прекрасную рыбу. Я не знаю, есть ли у вас видео, это заставка. Мы сейчас найдем. И потом было очень сложно его произвести, потому что ни одно производство не бралось за литье, оно монолитное, и подножка, и все. И очень-очень сложный процесс технологии, оно абсолютно монолитное, вот эта фигура, вот такая красивейшая, невозможная, каждый приз, это ручная работа. Ну, в общем, намучились мы с этими призами, но он у нас удался. Правда, в этом году там у нас произошли какие-то, но мы исправим ситуацию сейчас. Какие? Что это? Подожди, рыбы без хвостов были. Что пошло не так? На производстве, которое делало призы, там произошла авария в последний момент, ну что-то вырулили. Но мы, тем не менее, призы некоторые получили с небольшим браком, потому что действительно очень сложная конструкция технологически, каждый сам по себе приз. И вот те, которые не очень идеально удались, мы их заберем, вернем, нам все переделают, и мы уже вручим повторно. Тем самым продлите радость еще дольше обладателям этих премий, потому что это будет второе, конечно, вручение. Друзья, у нас небольшая музыкальная пауза, оставайтесь обязательно с нами, после чего продолжим общение с Викторией. Программа продолжается, друзья, у нас сегодня в гостях Виктория Инкелес, исполнитель и директор состава, организатор, эксперт на рекламной премии «Большая рыба». Кстати, церемония награждения победителей прошла на прошлой неделе. Сегодня наша встреча, такое некое подведение итогов, ну и вообще рассказ об этом очень важном, серьезном мероприятии в сфере рекламы, пиар-маркетинга. Вик, дорогая, расскажи, пожалуйста, почему «Большая рыба»? Здесь ведь, когда произносишь, сразу же возникает история какая. Ну, во-первых, сразу рыбаки навостряют свои ушки и начинают, да, думать, вспоминать свои уловы и так далее. И, возможно, кому-то может показаться, что это некая история, связанная с, не знаю, с какой-то продукцией, там, рыболовства и так далее и тому подобное. Здесь реклама, пиар, маркетинг и «Большая рыба». Расскажи, чья идея и почему все-таки именно такое название? Ну, ты сейчас подумала, что еще один аргумент ты вот рассказала, да. Рыбаки, конечно же, да, там... Выудить побольше? Выудить побольше, да. Ну, большие киты и акулы рекламного бизнеса, большие рыбы. Вот, собственно, это изначально какая была концепция. Мы это придумывали чуть ли не на коленке, уж вот так вот получилось у нас, да. Ну, очень громко и, в общем, понятно. Ну, очень часто же, у нас есть еще и связь с фильмом «Бигфиш», и ты же знаешь о том, что говорят, да, и акула-шоу бизнеса. Да, да, конечно. А у нас вот киты рекламного бизнеса, киты рекламного рынка. И вот, собственно, вышла вот такая история с большей рыбой. Скажи, пожалуйста, каким образом поступает к вам материал? Вот эти самые ролики, вот эти вот самые акции. Работы, да, назовем их так, в течение года, да, получается, вот уже сейчас, после того, как вручены награды за 2018 год, уже сейчас могут поступать заявки. Нет, заявки мы не принимаем, у нас абсолютно бесплатная премия, без каких-либо членских взносов, без каких-либо стоимостей. Такое еще бывает в наше время, друзья. Работы, да. У нас работы эти формируются самим составом, редакцией состава. Все работы более-менее интересные, известные, на слуху, которые какие-то уже награды свои получили. Или просто какие-то классные работы. Ну, как правило, любые классные работы, они уже становятся более-менее известными. Ну да. Причем более-менее известными, я имею в виду, не только в рекламной среде, а в общественности. Они начинают, да, конечно, они отбираются и уже попадают в папочку, на следующий год формируются, да, заявочки. Опять же, по этим семи номинациям. И когда у нас начнется подведение итогов года, а это начинается у нас всегда в ноябре, потому что у нас идет две недели народное голосование, две недели экспертное голосование, и только потом мы на пятой неделе уже начинаем выдавать результаты. И, собственно, вот таким образом, да, все и происходит. Да, все понятно. Эти работы, да, те работы, которые сейчас уже какие-то становятся известными и так далее, которые не попали в 2018 год, они вот уже формируют, свое место занимают в папочках номинаций, которые мы будем анонсировать для лонг-листа для голосования в ноябре этого года, 2019. Скажи, пожалуйста, а вот у победителя в той или иной номинации есть ли шансы, может быть, уже есть такое на практике, стать победителем в следующем году? То есть получить неоднократно большую рыбу? Ну, конечно, нет такой взаимосвязи ни у кого нет никогда. Это все зависит все-таки, наверное, от какой-то, я не знаю, от благодати, которая креативщикам позволяет создать классный-классный материал. Не только креативщикам, конечно, а здесь на самом деле решение-то принимает всегда клиент, и он несет ответственность за это. Поэтому работа, которая стала победителем, она имеет заслугу, неизвестно, там в разных ситуациях, конечно, по-разному, но где-то там больше агентство смогло убедить клиента, где-то клиент на себя принял риски и в итоге привел свою работу к победе. Потому что у нас же среди экспертов, у нас же, вот это как раз и есть отличие наше от всех других премий. Вот обязательно хотим поговорить об отличии, потому что премии предостаточны и в рекламной сфере, в этом бизнесе тоже, но смысл создавать, наверное, премию, если она так или иначе повторяет, да все остальные нет никакого. Вот Большая Рыба, давай прям подробно с этого момента, в чем отличие этой премии? Ну, действительно, премий много, и создавать премию, ну, достаточно, наверное, тяжелый все-таки труд, если есть задача, чтобы она стала востребованной. Мы специально ничего не делали, у нас это все происходит каким-то природным, естественным образом. Я же вот говорю, все начиналось с итогов года, и мы просто были вынуждены уже начинать вручать, устраивать праздник для индустрии и вручать победителям награды. Что мы там говорили, Саша, напомню, я еще не могу тебе продойти. Мы про Большую Рыбу говорим и про принципиальное отличие этой премии от всех остальных. В экспертном совете любых премий, как правило, это какое-то количество людей, обычно это креативные, известные какие-то личности, действительно мастодонты в своих сферах, и вот они голосованием своим скрытным, бывает не тайным, бывает это и открытое голосование, но это небольшое количество креативных людей, которые принимают решения, известных, интересных, креативных людей, талантливых креативных людей, которые принимают решение, какая из работ лучшая в конкретной номинации. У нас совершенно другая история. То есть это такое ограниченное количество людей, да, которые выбирают победителей. Конечно, да, даже посмотрите на Оскаре, да, состав. А у нас это как раз в первую очередь играет роль качество и количество. У нас примерно в одинаковых пропорциях, как и самые известные крутые креативщики, так и управленцы рекламных агентств, которые не только на креативе, которые еще и занимаются и финансами, и менеджментом. И, естественно, это вообще в первую очередь клиентский состав, это рекламодатели, это директора по маркетингу, которые как раз принимают решения, которые распределяют бюджеты, выбирают агентства и еще раз принимают решения по тому, какая на выходе будет работа по той или иной номинации. И они же, просто креативщики, они, как правило, оценивают работу с креативной, у них взгляд на мир немножечко другой. А у правленцев и у директоров по маркетингу, у них, конечно, они все это переводят в деньги, исчисляют в деньгах. Поэтому здесь такой, получается, оркестр мнений, которые в итоге выливаются мнением большинства голосов. Причем у нас, как вы посмотрите на разницу в количестве голосов по работам в номинациях, вот первое, второе, третье места, они, как правило, лидируют безоговорочно. У нас нет такого, что там перевес один-два балла. Да, 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 спорные моменты какие-то, они, конечно, не возникают. Да, поэтому это действительно для них очень цена. Когда такое большое количество экспертов, наверное, мне кажется, что это таким образом увеличивает шансы каждого на победу. И действительно, наверное, можно говорить о честности и прозрачности этого самого голосования. А здесь... Да, сколько так? Пауза небольшая. Очень скоро вернемся в эфир, и вы будете с нами. А у нас сегодня в гостях исполнитель и директор состав Виктория Инкелес. Мы говорим об экспертной рекламной премии «Большая рыба», которая состоялась на прошлой неделе, уже в третий раз в Москве. Невероятно полюбилась и, конечно, набирает все больше и больше популярность. Вот о чем мы сейчас будем с Викторией говорить. Первый мой вопрос такой. Скажи нам, пожалуйста, каким образом можно получить приглашение на большую рыбу? Как стать участником? Что нужно сделать для того, чтобы приглашение получить? Я вам расскажу, как у нас сформируется. У нас есть три волны, когда мы приглашаем людей. То есть изначально, я еще раз говорю, премия у нас абсолютно бесплатная. Это мы уже запомнили. Деньги за прием работ мы не берем. Членских взносов у нас никаких в принципе, нигде в помине нет. И, естественно, мы руководствуемся какими-то мерами необходимости и мерами наших возможностей. Вместить всю рекламную индустрию на премию мы не можем. У нас не фуршетная история, у нас банкет. То есть люди сидят за столами. Это очень дорогая вообще история для нас, например. И мы вот пошли на это сознательно, и мы делаем такой праздник для индустрии. Потому что мы не шевый портал, а мы не массовая площадка, где у нас там миллиарды. Поэтому для нас это действительно тяжкий труд, и к тому же это материальная приличная статья расходов. И у нас в первую очередь приглашаются на рыбу. Это наш экспертный совет, безусловно. А во вторую очередь... А, извините, в эту же первую волну, конечно же, у нас входят сами номинанты. По семи номинациям. Золото, бронза, серебро. В каждом месте есть и клиенты, и агентства. Бывает два агентства у одного клиента, которые сделали для него совместно эту работу. И мы приглашаем максимум вообще по одному человеку. Но иногда мы делаем по два лота на компанию. И вот, собственно, вот эти люди в первую очередь приглашаются. Первая волна идет. И, конечно, у нас... Например, у нас всегда у нас дресс-код идет в блэк-тай. И к нам всегда все приходят в блэк-тай. Ну, некоторые номинанты, особенно креативщики, они могут позволить себе прийти в джинсах и так далее. Вот это не такой стиль жизни, образ жизни. Ну, им как-то вот... И они не собираются изменять сами себе. Ну, почему-то им сложно посмотреть на формат и проявить некоторое уважение к организаторам и прийти в блэк-тай. Да, действительно, когда у нас там все в блэк-тай, а кто-то выходит на сцену в джинсах или в каких-то модных, там, прикольных, разноцветных одеждах. Ну, все смотрят это там... Зачем так делать? Ну, я-то понимаю, да, ты уже начала рассказывать о том, что всех абсолютно желающих вместить невозможно. А это значит, те есть, которые обижаются. Обижаются, мягко говоря. Это у нас постоянная история. И особенно это происходит на последней неделе перед премией, когда у нас закрыты уже вообще все лоты, когда у нас уже идет перебор, и мы переживаем просто, куда мы будем гостей сажать. Опять же, это не фуршет. Если это фуршет, да, пожалуйста, сколько угодно, пусть вместится. И так очень многие делают. Конечно. Организаторы по своим мероприятиям, смотря какой формат. Если просто там прикольно потусить, прийти, там, люди пообщаются, там, фуршет какая-то, интересная история развлекательная. Это одна ситуация. А у нас все очень официально, у нас действительно там белые скатерти и первые лица. Поэтому, конечно, мы не можем вместить всех. И когда нам звонят номинанты и говорят то, что, а почему нам дали только две заявки, а у нас еще это несправедливо, давайте мы еще дизайнера включим. Конечно. Еще пару отделов у нас хотели бы пойти к вам на праздник. Ну, что-то в этом роде, да. И еще говорят, что это несправедливо. Нет просто даже энергии как-то внутренней. Каждому объяснять, да. Мы просто, к сожалению, нет. Конечно. Поэтому мы с прошлого года, мы уже ввели такую опцию, что если вы очень сильно хотите, вы можете купить билет за 40 тысяч рублей. Вот, кстати, вы видите? Да, в прошлом году там это были какие-то разовые такие приобретения, да. А в этом году у нас уже два стола купили. Ну, нам это не принципиально серьезно. У нас нет задачи заработать на билетах. И, как вы понимаете, это все равно ничтожная капля в рамках бюджета премии. Да, конечно. Но вот как раз для очень сильно желающих есть такая опция. И при этом не каждый может купить билет все равно. Мы обязательно должны посмотреть, что за компания, какой статус, потому что у нас есть определенный формат. И, безусловно, там и в первую очередь, и наши друзья там все собираются. Из индустрии, безусловно. Вы, организаторы, имеете полное право. У нас как случилось, то, что практически весь экспертный совет, практически весь экспертный совет, они же и наши друзья. Это очень хорошо, да. Ну, как-то так случилось за много лет работы. У нас есть фотографии как раз прошедшего мероприятия. С огромным удовольствием мы сейчас их вместе посмотрим. Давайте включим нам слайд-шоу. Я пока вот хочу тебе какой вопрос задать. Скажи, пожалуйста. Ну, вот, кстати, да, может, ты прокомментируешь, но я так понимаю, что это гости. Толик Новожилов, да, Сбербанк. Только что был мой шеф, генеральный директор Александр Леонидович Трубников. Александр Леонидович, да, основатель состава. Привет, мы большое передадим. Паша Департ... О, это я. И вот, опять же, вот наши партнеры, пожалуйста, да, это тоже наши друзья все, которые нам помогают сделать в разных нишах, что касается там, то есть, естественно, да, премии там... Скажи мне, пожалуйста. Какая-то развлекательная часть, какая-то организационная часть. Сколько человек в составе на сегодняшний день в штате? 25. 25 человек. Это в штате, да, и в штате, по-моему, у нас фрилансеров. Конечно, таким количеством, конечно, невероятно сложно, да, наверное, провести подобное мероприятие. Вот здесь на помощь как раз идут партнеры, да, о чем ты стала говорить нам, ваши какие-то такие друзья очень надежные. Ну, безусловно, у нас есть спонсоры, которые помогают нам деньгами, не помогают нам деньгами, а которые платят за свое участие деньгами, а есть партнеры, которые разными способами тоже там и деньгами и какими-то своими активностями, которые они там лучшие, опять же, в своих нишах, в своих индустриях. Вот, например, Павел Недостоев, владелец департамента. Департамент – это лучший на сегодняшний день ивент агентства в стране. Вот он нам уже какой год помогает, второй год он нам помогает с организационной частью. Ребята, которые у нас делают интервью и так далее, это же все не наши сотрудники, а при этом мы настолько уже, как одна семья, близкая команда, что иногда даже забываем, что они работают не в составе, особенно когда это начинается последний месяц перед премией, и все в огне просто выполняют свою работу, и день, и ночь. И сотрудники состава, конечно, это, они у нас, не знаю, воины, герои. Вот истинный руководитель, который такие слова говорит по своей команде. Я сижу в офисе, в 5 утра я могу позвонить, то есть я про час, два, три ночи вообще ничего не говорю, а вот в 5 утра я могу звонить с любым вопросом, и у меня там, как солдаты там, да, алло, там, тут же все, весь расклад, причем даже уже лежа в постелях, все комментируют, все, дают всю информацию, и там принимают к сведению все задачи, и все четко выполняют. Ну, очень классный коллектив, очень классная команда. Конечно, без команды вообще невозможно было бы ничего сделать. Вик, скажи, пожалуйста, вот для всей команды, для руководителей, прежде всего, самая лучшая похвала, и что является показателем того, что мероприятие прошло успешно, что все абсолютно присутствующие довольны? На что вы ориентируетесь на... Фотографии не было, никто не отбирал, да? Это при том очень неудачные фотографии. Ну, да. По-моему, замечательные фотографии абсолютно все красивые, счастливые. Саша, простите, еще раз, что за вопрос? Что для вашей команды, для команды состава является главным показателем того, что премия прошла успешно? На что вы ориентируетесь? То есть на мнение, наверное, на отзывы, какие-то прям такие слова, сказанные физическим образом, да, ваших гостей, партнеров? Очень хороший вопрос, Саша, прям такой философский. Серьезно. Некоторые из наших друзей, партнеров, сотрудников ориентируются на эти отзывы, я не знаю, к счастью или к сожалению, но для меня к счастью, я нигде, нет меня в сетях. Нет, у меня есть такая страница в Фейсбуке, когда там раз в год мы как раз выкладываем видео, мои сотрудники выкладывают видео с прошедшего мероприятия. Да, по рыбе, потому что я не очень умею всем этим пользоваться, и мне как-то это не доставляет совсем удовольствие. Поэтому я никаких отзывов не знаю, мне говорят со стороны. Но у нас были и, например, какие-то неприятности косяки, например, в прошлом или позапрошлом году. Любое мероприятие, да, правильно. А говорят всегда одинаково хорошо, да, потому что это люди, которые очень переживают за нас, или за мои девчонки, за меня лично, да, они, конечно, всегда говорят все одно и то же, поэтому я на это вообще никак не реагирую. Это, я не знаю, это не показатель. Показатель для меня, это когда я сама сижу, и вот мы с Максом, Макс ведет Брызгалин у нас церемонию уже какой-то, там, третий год подряд. Это питерский такой там у них, он прям вообще очень-очень классный, очень ведущий. Третий год подряд приезжает днем на Сапсане, ведет церемонию и ночью улетает в Питер обратно. И я ему помогаю, собственно, там, с какими-то там моментами, вызовом гостей на сцену, потому что там иногда такие названия, что сложно произнести, фамилии и так далее, и тем более людей, которые знают. Так вот, у нас есть концепция по семи номинациям, выходит награждать всегда мужская сторона и женская сторона. И это, как правило, там какой-то директор по маркетингу рекламодателя и глава агентства. И вот показатель, когда все пришли, когда все вовремя пришли, когда все правильно на сцену вышли, все правильно сказали, когда все номинанты поднялись, все тоже правильно сказали. Ну да, я вот еще раз говорю, да, вот есть некоторые, которые не в Black Tie, это вот, ну, я думаю, что это не их ошибка, это еще просто у нас, наверное, не до такой степени, скажем, есть некоторые мероприятия, на которые, которые, если не по дресс-коду, невозможно человеку пройти, да. Но мы не можем себе этого позволить с номинантами, потому что нам нужно, чтобы они на сцену выходили, да. Но опять же, это там просто уже идет от... Может быть, дело времени просто, да, уже следующий год, через год, край, это уже... Когда-то там будут более дисциплинированы. Нет, что касается клиентов и рекламодателей, как правило, такого нет. Они все четко смотрят на дресс-коды и приходят так, как заявлено в приглашении. А вот, говорю, да, с креативщиками, это же такие... Вы видим, желтые, яркие штанишки. Свободно, они без ограничений и без всяких форматов, да. У нас небольшая музыкальная пауза, друзья, давайте посмотрим, послушаем Альбину Джунабаеву, и после чего вернемся в студию. Продолжается программа, друзья, мы с вами продолжаем слушать много интересного про экспертную рекламную премию «Большая рыба», которая уже в третий раз состоялась в столице. Все прошло буквально на прошлой неделе. У нас в гостях Виктория Инкелес, как раз организатор «Большой рыбы», исполнитель и директор состава. Вик, давай сразу перейдем к видео, которое у нас есть, любезно вам предоставленное. Это уже видео с мероприятия, оно совсем непродолжительное, пусть качество такого не скажет, что профессионального, но все равно мы с огромным удовольствием на него посмотрим. Это непрофессиональное видео, это снятое на телефон, отправленное через WhatsApp, и еще раз там через WhatsApp, и в итоге вот это, конечно, любительское, профессиональное пока еще не готово. Понятно, что еще на монтаже находится все остальное, производство действительно большого фильма, но нам достаточно поверить для того, чтобы окунуться в эту атмосферу. Это вот уже финал, я так понимаю, да, событий на сцене. Выходят награжданты и номинанты, то есть все, кто был на сцене, он Николай Усков. Да, ну и самое главное, конечно, вот он век, все практически сами себя снимают, все фотографируют из зала. А вот как раз у нас булочка большой экран, и вот на большом этом экране плывет рыба. Наша большая рыба, да, она плывет и потом вот выливается, видите, как из золота. Да, очень красиво. Премия очень красивая, правда, ну и засыпали всех золотом, что, в общем, тоже является, наверное, очень хорошим знаком, добрым. Вик, ну что я поняла для себя? Помимо того, что это такая очень важная премия, которая действительно показывает лучших из лучших в течение года, конечно, это является престижным, очень желанным призом, да, для компаний, для бизнеса этой сферы. И мне очень хочется узнать, видите ли вы, что премия набирает обороты, что желающих там победить в ней становится с каждым годом все больше и больше? Ну, не совсем так. Итоги года, я еще раз говорю, да, потому что в своем профессиональном кругу они как были значимыми, так они и остаются. Это победить в итогах года всегда было значимо для профессионального сообщества, для любого агентства, для любого рекламодателя. А вот сама церемония, ну, конечно, набирает обороты, безусловно. Я говорю, что с каждым годом мы просто вообще не знаем, нам просто нужно отключать все телефоны и выключать почту. Вик, дальнейшие планы у организаторов экспертной рекламной премии «Большая рыба». Какую вы видите большую рыбу, ну, там, давайте, на пятилетие, может быть, или лет через 10, ну, пофантазирую. Какого-то масштаба, уровня события должно быть. Поверьте мне, у меня из фантазии, да, из воображения. Все в порядке. Все в порядке, но я никогда так не планирую. Как будет, так будет. Конечно же, всегда мы стремимся к лучшему, и, в принципе, как бы мы не стоим на месте, мы развиваемся, но все происходит каким-то таким природным способом, ну, безусловно, не без стратегии, не без планов развития. Ну, загадывать совершенно точно я не буду, тем более в прямом эфире, Саша, sorry, может, потом, по-моему, что-нибудь там расскажу. Хорошо, да, уже ближе к церемонии очередной. Ну, конечно же, есть у нас представление свое. Ну, это как мы можем что угодно желать, а будет то, как мы того заслужим. Ну, в общем, да, очень мудрые слова. Премия прошла успешно. Разбор полетов, наверное, уже проведен, да? Некий такой, ну, внутренний, внутренний, небольшой, наверное, все равно. Это вообще отдельная история. Ну, в пятницу не все добрались до рабочего места. Я имею в виду не все сотрудники, я и шеф. Мы, конечно же, были, как всегда, с Рыбой, не имеем права по-другому. И не все добрались, но кто-то уже получил свои плюсы и бонусы в виде похвалы, да, там, и в виде каких-то последствий и так далее. Ну, конечно, да, благодарности огромные. Кто-то уже выслушал за минусы. Ну, весь разбор полетов, он будет завтра. Мы пока еще просто собираем минусы. Вот я всегда говорю то, что плюсы вообще вот это неинтересно. на этапе разбора полетов, да. Да, они очевидны, они так и должно быть, да. Конечно. Вот минусы это то, что... Вот у нас будет корпоратив по этому поводу. Какие молодцы. И вот мы проговорим про плюсы. Что очень тоже важно. А сейчас самое важное, и всегда самое важное, это собирать минусы. Поэтому вообще вот это самая ценная информация. Когда она еще и сказана конструктивно, да, когда мне друзья начинают говорить, как классно, ну, как здорово, вообще вы крутые, вы супер, вы самые лучшие. Я говорю, пожалуйста, не говорите так, потому что это не полезная информация. Если вы у меня действительно, там, мои друзья, скажите мне про минусы. И ребята наши все, наша команда, мы также все ходим и фиксируем минусы. У нас там все собирают там себе в заметочки на айфон, потом на телефон. Потом мы это все собираем, анализируем и понимаем, что нам нужно сделать, чтобы устранить вот эти моменты. А вот эти детали, оказывается, были упущены, недоработаны. Слава богу, что они не все видны. Точнее, не всем они видны. Ну, понятно, да. Команда, конечно, все знает. Давай расскажем о том, чем сейчас займется после разбора полетов команда состава. Обычные трудовые будни, аналитика. Абсолютно обычные трудовые будни у нас. Изначально-то у нас вообще совершенно другие задачи и функции. Поэтому, когда готовится рыба, в принципе, редакция занимается тем же самым, чем она и занимается круглый год. Выпускает новости. Собирает всю эту информацию, да. Ленту новостей. У нас же сколько новостей в день-то выходит и сколько проектов выходит. У нас есть чем заняться, конечно. Поэтому большая рыба, это всегда такой колоссальный стресс, поэтому мы ночами не спим. Потому что у нас совершенно другие задачи изначально. А это дополнительная история, которую мы, причем, мы должны сделать на очень хорошем уровне. Но вы большие молодцы, потому что лично мне на сайте состав.ру очень интересно. Переключились на обычные трудовые будни. Потому что на этом сайте как много информации, какой-то очень важной новостной сферы пиара и рекламы, так и невероятно интересное интервью. То есть это различные какие-то блоги, проекты. Поэтому состав.ру, тот самый сайт, который, мне кажется, лично может быть интересен любому абсолютно человеку. Не только рекламщику, да и маркетологу. Конечно, конечно, конечно. Просто современному человеку, который интересуется многим. Ну это про бизнес, конечно. Вик, спасибо тебе большое. Мы тебе искренне благодарю за нашу встречу. Да, я от всей команды телерадиоканала «Страна ФМ» очень хочу пожелать большой рыбе, долгих лет, успеха невероятного, грандиозного. Пусть эта премия становится все больше, все более значимой. Она и так уже номер один в нашей стране. Но пусть еще больше и больше получит, ну не знаю, каких-то бонусов любви народной и любви сферы бизнеса. Конечно, составу тоже желаем процветания, Вик. Ну и очень рады всегда тебе у нас в гостях. Приходи, пожалуйста. Друзья, Виктория Инкелес, исполнитель и директор состава, организатор премии «Большая рыба». Это программа «Лучшая в стране». «Страна ФМ». Спасибо. Лучшее в стране.